Баскетбольная лига В прошедшую неделю мужская и женская сборная провела по два матча в рамках студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан. Все началось 23 марта играми против Казанского государственного энергетического университета. Девушки из КФУ показали поистине командную работу. Конечно, не обошлось и без фолов. А самой результативной в игре оказалась Дарья Ашгебесова, которая успела набрать около 26 очков за всю встречу. КФУ показывает слаженную игру и вырывает победу у Энерго 72-64. Мужчины же выдали менее результативную игру, но она не уступала матчу среди девушек по накалу страстей. На протяжении всей игры КГУ выступали в роли догоняющих, но в четвертой четверти КФУшники дожали противника. И как итог 65-52. Следующие матчи сборной КФУ провели 25 марта. В гости к федеральному университету пожаловали сборные к НИТУ, и вновь в матче среди девушек блистала Дарья Ашгебесова. Около 20 очков смогла заработать Дарья в этом противостоянии. После третьей четверти девушки из КФУ обеспечили себе небольшой отрыв 9 очков. 58-49. А в четвертой четверти КНИТУ вновь выступал в роли догоняющих. Но КФУ оказался сильнее. И как итог 76-67. В матче между мужскими командами было видно явное преимущество КФУшников. Самым результативным игроком матча стал Денис Велишаев, на счету которого 22 очка. А интрига всего матча пропала уже после третьей четверти. 71-37. КФУшники спокойно на классе выигрывают к НИТУ в 83-47. Болельщики довольны, игроки тем более. Четыре победы из четырех возможных. Но дальше противостояния будут еще тяжелее. Отлично, мы выиграли очень здорово, играли хорошо, слаженно. Что-то не получалось, но в основном все было здорово. А как проходила ваша подготовка? Все в принципе стандартно, отрабатывали комбинации, физическая подготовка, броски. Все по классике. Евгений Алмазов, Диана Урядова, Неделя спорта. Евгений Алмазов, Диана Урядова, Неделя спорта.